Торжественное событие в Бутурлино. Воскресная школа при храме святителя Николая открыла свои двери после масштабного капитального ремонта. Он стал возможен благодаря Федерации бокса России и президенту Международной ассоциации бокса Умару Кремлеву. Волнительный момент – перерезание красной ленточки. Символ начала новой жизни воскресной школы при храме святителя Николая в селе Бутурлино. Теперь после капитального ремонта десятки детей могут заниматься в светлых, просторных помещениях на бесплатной основе. Наша русская православная церковь, воскресная школа, она воспитывает, наверное, самые лучшие такие качества человеческие, как это доброту и любовь в ближнем своей. Дорогие ребята, родители, братья и сестры, сегодняшний воскресный день очень символичный. Церковь празднует торжество православия. Завершилась первая неделя Святой Четыридесятницы. И с Божьей помощью, трудами благочестивых людей, сегодня мы открываем вновь распахнувшую дверь воскресную школу. После торжественной части – экскурсия. Настоятель Никольского храма рассказывает. Воскресная школа в селе Бутурлино существует около 20 лет. Ранние занятия проводились в небольшом церковном доме, но теперь в новом здании два просторных учебных класса, светлый актовый зал и все необходимые удобства. В администрации три года назад нам передала здание, но вот стараниями Федерации бокса и лично у Марка Ремлёва ее восстановили, отремонтировали, так, чтобы наполнили инвентарем, чтобы мы с детьми заниматься могли, со взрослым, с детьми. Нам, конечно, очень удобно. Место больше стало, оно все новое, чистое, аккуратное. То есть, думаю, будем заниматься еще сильнее, еще больше. Это не первый проект Федерации бокса России и Центра прогресса бокса в Серпухове. Андрей Радивилов рассказывает, что этот вид спорта воспитывает внутреннее спокойствие, духовность. Такие качества необходимо прививать детям. Федерация бокса России и Центр прогресса бокса занимаются как патриотическим воспитанием молодежи, так и духовным воспитанием наших детей. И открытие этой воскресной школы – это именно шаг в этом направлении. Здесь обучают закону Божьему, основам православной веры и церковному пению. Ребята занимаются различными видами творчества, например, рисованием и изготовлением изделий из керамики. Общее фото на память, а затем воспитанники школы вручили гостям небольшие сувениры, сделанные своими руками.